Партнер программы «Сеть детских клубов» «Ети и дети». Здравствуйте, ребята! Привет, привет! Сегодня у нас с вами второй конкурсный день. Хочу, чтобы вы вначале поделились впечатлениями от первого игрового дня. Как вам игра? Понравилась? Да, очень. Настроены на победу или кто-то хочет сдаться уже прямо сейчас? Нет. Будем бороться? Да. Хорошо. Тогда самое время начинать наш первый конкурс с темы разговора сегодня, как и вчера, правила дорожного движения для детей. Сегодня конкурсы будут чуточку сложнее. Сейчас начнем тоже разгадывать загадки, но отгадки, ребята, будем вписывать в кваросфорд. Видите, они уже нарисованы у вас на стендах. Первое слово-отгадку пишите под циферкой один в строчку и так далее. Двоечка, троечка. Каждый правильный ответ будет стоить, ребята, целых три фишки. И плюс одна тому, кто быстрее справится. Старайтесь писать грамотно, ведь вы уже ходите во второй класс, поэтому старайтесь. Можете подойти уже к своим стендам. Возьмите маркеры. Повернулись ко мне. И слушаем первую загадку. Что за лошадь вся в полоску? На дороге загорает. Люди едут и идут, а она не убегает. Пишем молча. Так это. Молча. Ванечка, молча. Не забывайте, что это задание на скорость. И фишка еще одна дополнительная достанется тому, кто быстрее напишет слово-отгадку. Кто первый? Все, я. Подгадали вдвоем правильно. Это действительно. Что, ребята? Зебра. Ваня, у тебя такая красивенная, необычная буква «Б». Прям трудно, если бы не знала слово-отгадку, не догадалась бы. Так, хорошо, ребят. Отгадали. Сонечка справилась быстрее. Она получает четыре фишки за правильный и быстрый ответ. А Ванечка за правильный три. Хорошо. Следующая загадка. Слушаем. Три разноцветных круга мигают друг за другом, светятся, моргают, людям помогают. Молча. Скорость. Но при этом пишите грамотно и красиво, чтобы было понятно, что за буковку вы пишете. Я все. Я тоже. Молодцы, Вань. Только у тебя есть одна ошибочка. Посмотри внимательно. Свето. Да, то. А чего? Ведь ты все знаешь, что написал «а». А чего написал «а»? Ну-ка быстрее справляй, чтобы телезрители не запомнили неправильное написание этого слова. Вытирай, вытирай. Вытирай. Пиши буковку «о». Ну, молодец. Главное, что отгадал. Правильно. Сонечка снова справилась быстрее. Четыре фишка отправляется в ее копилочку. И три, Вань, в твою. И последняя загадка, ребята. Внимание. Сам колесами кручу, сам по улицам качу. За виражом в вираж, а потом сразу в гараж. Что по улице ездит, а потом в гараж. Итак. Все. Ах, у Софьи у нас сегодня скорость. Очень красивые буквы пишет Софья. Молодец. Красиво. Так, четыре фишки, Софья, я кладу тебе в копилочку. Умничка. И какой там отгадка, отгадка у нас у Вани? Машина, Вань, жи-ши, пишем с буквой И. И, конечно. Все знаешь, но только что-то писать правильно не хочешь. Поздравляй быстрее и присаживайся. Мы ждем тебя. Хорошо. Мы продолжаем. И впереди нас ждет встреча с тетей Олей. Вы же помните, где она работает? Где? В Крельце. В ГАИ, в госавтоинспекции. Она уже вышла с нами на связь. Здравствуйте, мои маленькие друзья. Здравствуйте. Как у вас дела? Нормально. Отлично. Сегодня наша вторая встреча. И мы продолжаем увлекательное путешествие в мир правил дорожного движения. Сегодня мы будем снова говорить о дорожной безопасности. На этот раз о безопасности в темное время суток. Если вы смотрели раньше наши передачи, то уже знаете, что такое фликеры. Мы что, знаем, что такое фликеры? А, все, фликер. Это, например, этим. Светоотражающая. Ну, это. Это специальная штучка, которая в темноте отражает, когда на нее попадают фары. Соня, я тоже это хотела. Я и поняла, Вань. Дети молодцы. Я вижу, что вы знаете. Умнички, умнички. Вы правы. Фликеры светятся в темное время и тем самым помогают водителям заметить пешехода. А вы знаете, какими бывают фликеры? Фликеры, они их одевают на рюкзак. Ну, и так видно машинам, что, ну, какой-нибудь там... Если человек идет, то тогда они понимают, что надо затормозить. Ой, сколько вы всего знаете, а? Молодцы. Сейчас фликеров огромное множество. Это и полоска, которая крепится на руках куртки, и браслеты, и подвески на шнурке, и брелки, и даже светящиеся игрушки. Но самый лучший вариант, когда световозвращающая полоска шита прямо в куртку. Тогда его невозможно потерять или забыть дома. Впрочем, не так важно, какой именно у вас фликер. Главное, чтобы в темное время он всегда постоянно был с вами. Помните, ребята, такая мелочь может помочь нам сохранить свою жизнь. На сегодня это все. Берегите себя и до новой встречи. Ребята, последние испытания на сегодня и, между прочим, последняя возможность заработать фишки. Конкурс называется «Красно-зеленая викторин». Почему так? Потому что каждому из вас я раздаю по две карточки, красная и зеленая, и буду читать сейчас фразы. Если они правильные, ребята, вам нужно поднять вот таким образом, вот на таком уровне, зеленую. Если неправильная фраза, то поднимайте красную карточку. Каждый правильный ответ, две фишки, плюс фишка тому, кто быстрее. Все как всегда. Все понятно? Да. Ну что, тогда начинаем. Проезжая часть предназначена для движения транспорта. Молодцы, правильно. Сонечка чуть быстрее среагировала, поэтому она получает три фишки и две фишки. Ваня. Хорошо. Следующая фраза. Фликер – это просто украшение. Правильно, на Ване был первый на этот раз. Сонечке две фишки, три фишки получает Ваня. Там одну забираю. Вот. Вот так. Следующая фразочка. Если нет машин, то можно перебегать проезжую часть в любом месте. Молодцы. Молодцы. Одновременно. Поэтому и очень быстро. По три фишки вам. Очень хорошо. Перебегать, дети, улицу вообще нельзя. Надо ходить по светофору на зеленый свет, по зебре и только спокойно держать взрослого за руку. Договорились? Отлично. Итак, последняя фраза. Фликер делает пешехода заметным в темноте. Правильно. Правильно, молодцы. Все ответили. Но единственное, Сонечке три, чуть быстрее она была, и две Вани. Молодцы, ребята. Кладите карточки и считайте, сколько фишек заработали во второй день. Двадцать три у меня. Хорошо. Восемь двадцать. Во как. Хорошо, небольшая разбежка. Восемнадцать двадцать три. Ну что, ребята, у нас впереди еще два игровых дня, еще будет возможность у вас сократить отставание, вырваться вперед. На сегодня все. До встречи в стране безопасности. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...